Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим самые интересные события, которые происходили в седьмом туре на супертурнире Кубок Синкфилда, который проходит с 17 по 28 августа в американском городе Сент-Луисе. Ну что ж, я выбрал для вас две самых интересных партии, в которых происходили удивительные события. Одну из них мы с вами посмотрим очень подробно и тех красот, которые я накопал, я думаю, что вы давно уже, друзья, не видели. Поэтому я думаю, что все получат истинное удовольствие от просмотра, а если я так думаю, то, соответственно, поддержите меня лайком. Поставьте сразу этому видео лайк, разочарованы вы однозначно не будете, вам не сложно, мне приятно, видео продвигается, все довольны. Итак, поставили, тогда продолжаем. Белыми играл Магнус Карлсон, черными играл Ян Непомнящий. Встреча этих двух соперников всегда интересна. Дело в том, что статистика Магнуса Карлсона против российского гроссмейстера совершенно удручающая. Магнусу Карлсону очень редко удается получить хоть сколько-нибудь значимый перевес против российского гроссмейстера. То есть Ян Непомнящий очень неудобный соперник для чемпиона мира. Ну что ж, посмотрим, что происходило в партии. Итак, d4 ответил Магнус Карлсон, конь f6 ответил Ян Непомнящий, c4 g6, конь c3 d5. И после cd конь бьет d5, e4 конь бьет c3 bc, на доске у нас защита Грюнфельда. Слон g7, ферзь a4 шах, конь d7, конь f3 и c5. Играют черные, проводят стандартный план подрыва центра белых. Слон e2, рокировка, рокировка. Итак, стороны заканчивают развитие, конь b6, играют черные, ферзь a3, cd, cd. И у нас получается вот такой вот разменный Грюнфельд, когда мы видим, что у белых пешки на d4 и e4 сильный пешечный центр. Но ходом слон g4 черные начинают этот центр подрывать. Висит пешка на поле d4, поскольку если уничтожить коня, то потеряется пешка на поле d4. Ладья d1, поэтому играет Магнус Карлсон и следует ход слон, бьет f3. И после слона бьет f3 это новинка. В партии предшественницы, которая игралась между Рязанцевым и Давидом Наварой, там белые играли gf. После слона бьет d4, слон g5. Такой вот остроумный ответ. Видите, что напали черные на ладью на поле a1, ну а белые в ответ нападают на пешку на поле e7. И после слон бьет a1, ладья бьет d8. Тут еще, видите, и жертвуется ферзь в этом варианте за черных. Но после ладья бьет d8, ферзь бьет e7. Вот эту партию после ладья d7 белые сумели выиграть. Я не помню, если же идет другим путем. Он играет слон, бьет f3. И после слона бьет f3, значит, Магнус Карлсон берет слоном. То есть не Ян Непомничий идет другим путем, а как раз чемпион мира Магнус Карлсон. Но после слона бьет d4, e5. На он ходит очень сильный ход. Чемпион мира Магнус Карлсон угрожает ладья b1. После чего связка слона на поле d4 будет чрезвычайно тяжелой. Конь c4, отвечает Ян Непомничий, контратакуя ферзя на поле a3. И после ферзь b4 ладья c8. Атакована ладья, как мы видим. И черные защищают коня на поле c4 своей ладьей. Ну, опять же, здесь вот все варианты безумно сложные. Например, понятное дело, что нельзя брать, допустим, слоном. Там после слона бьет f2, видите, ладья на поле d1 где-то провисает. У белых, ну и, возможно, и другие варианты. Я уж здесь особо не углублялся, поскольку центральный я выбрал совершенно другую партию. Так вот, здесь после ладья c8 было сыграно слон h6, что может быть естественнее. Атакована ладья на поле f8 и угрожает ладья c1 с немедленным выигрышем. Ну и вот здесь Ян Непомничий решается на жертву ферзя. Он играет слон бьет a1. После ладья бьет d8, ладья бьет d8, уводит ладью из-под удара. И получается интересная позиция, где мы видим, что у черных полный эквивалент за ферзя. То есть у них две ладьи за ферзя. Но у белых два слона и, в принципе, вся борьба еще впереди. e6 находит очень сильный маневр Магнус Карлсон. То есть брать нельзя пешкой по причине ферзь бьет e7 и будет грозить уже где-то мат на поле g7. Ну и плюс еще и слоны здесь разовьют чудовищную активность. Поэтому конь e5 играет Ян Непомнящий. И после ef конь бьет f7, атакован слон на поле h6. Слон e3, слон d4, не давая взять пешку на поле a7. И после ферзь бьет e7, ладья e8, ферзь a3, b6. Слон d5, ладья c5. Слон бьет f7, король бьет f7, ферзь бьет a7, ладья e7. Позиция, как мы видим, очень быстро упростилась. Отмечу, что нельзя брать белым было нигде слона по причине мата по первому ряду. Так вот, после ферзь a6, b5, h3, как только белые сделали форточку, черные тут же разменялись, прицепились ладьей к пешке на поле e3. Ну и это мертвые ничья, и соперники вот так вот очень быстро согласились на ничью. Здесь мы видим, что Ян Непомнящий не испытал ни малейших проблем в игре с чемпионом мира Магнусом Карлсоном. Здесь даже Магнус Карлсон скорее заничеился, поскольку две ладьи здесь могли оказаться гораздо сильнее белого ферзя. Ну вот такая вот получилась у нас партия. Ну и повторюсь, что самые интересные события происходили не здесь, а в центральной партии, которую вы сейчас, соответственно, видите на экране. Мы с вами будем смотреть партию, где играл белыми Дин Ли Жень, один из лидеров супертурнира, с другим лидером, который также лидировал, с индийским суперграссмейстером Виши Анандом. Статистику вы сейчас видите на экране, то есть мы видим, что статистика явно не в пользу китайского гроссмейстера, у него 8 ничьих с индийским гроссмейстером Виши Анандом при одном поражении. Итак, смотрим, друзья. Д4 ответил Дин Ли Жень, конь Ф6 ответил Виши Ананд, С4, Е6, Ж3, слон Б4, шах, слон Д2, слон Е7, и на доске у нас защита Боголюбова. Слон Ж2, Д5, конь Ф3, рокировка, рокировка, конь Д7, ферзь С2, С6, А4, А5, отвечают черные, не давая продвинуть пешку белым дальше, чтобы их не зажали на ферзьевом фланге, конь А3, слон Д6, конь Е1, и здесь последовала новинка от Виши Анандо, ход ладья Е8. В партии предшественницы, которая игралась между Борисом Гельфандом и Павлом Ильяновым, игралась она в Женеве в 2017 году, там черные играли ферзь Е7. Конь Д3, А6, ладья Д1, ладья Е8, ладья С1, Е5, черные прорывались по центру, и после ДЕ, конь бьет Е5, конь бьет Е5, слон бьет Е5, СД, конь бьет Д5, позиция быстро завершилась в ничью. Ладья Е8, Виши Ананд пока поддерживает напряжение, также хочет прорваться ходом Е5, конь Д3, Е5, все это и происходит на доске, но после СД Виши Ананд играет Е4, Виши Ананд настроен на большее, мы видим, что пока временно у белых лишняя пешка, но после коня в 4 СД статус-кво восстановлено, то есть пешек поровну, конь Б5, слон Б8, черные оставляют слона на страшной диагонали, которая пока, как мы видим, вроде бы полностью забита пешками, но в вариантах все это очень пригодится, и мы с вами еще это будем наблюдать. Итак, после ладья С1, ладья А6, играют черные, черные очень удачно разыграли дебют, ладья идет на поле С6, и вот здесь с длинным лежением что-то случилось. Здесь он очень грубо просчитался, сыграв слон А3, вроде бы слон выходит на диагональ, грозит какой-то размен, вроде бы конь не может уйти, потому что потеряется фигура, например, конь Ф8, плановый ход, который задумали черные, теперь невозможен, по причине слон бьет С8. Но, продумав так 16 минут 19 секунд, длинный жень допускает решающую ошибку в партии. Правильно здесь было сыграть Ф3, или же Е3. Ну, Ф3 было, наверное, самое принципиальное, ладья С6, ферзь Б3, теперь пешка на поле Д5 атакована у черных, конь Ф8, ФЕ, конь бьет Е4, ладья Д1, не меняемся, и после конь бьет Д2, ладья бьет Д2, снова пешка на поле Д5 атакована, вынужденный черный играть слон бьет Ф4, и после ладья бьет Ф4, слон Е6, получается примерно равная позиция, мы видим, что у черных слабость на поле Д5, но она несущественная, конь перейдет на поле Ж6, позиция получается действительно примерно равной, так и нужно было продолжать Динли Женью, но после слона Ж3, сыграл ладья С6, Виши Ананд, и здесь уже совершенно другая ситуация, дело в том, что после ферзь Б3, Виши Ананд нашел очень сильный ответ, конь Б6, и вот здесь Динли Жень, вместо того, чтобы подумать, хотя позиция, повторюсь, уже проигранная, и вот вы можете, как говорится, мне не поверить, но действительно позиция, которую вы видите сейчас на ваших экранах, которая вся разрисована вот такими вот маркерами, стрелочками, она уже проиграна за черных, действительно в это сложно поверить, вернее за белых, действительно в это очень сложно поверить, можно покрутить пальцем у виска и сказать, что мол такое ты говоришь, на доске полно фигур, позиция примерно равна, почему у черных уже выиграно, а я вам покажу, почему. и так, здесь слон бьет А5, сыграл Динли Жень, попавшись в очень красивую ловушку, замаскированную, то есть он съел пешку, на поле А5, казалось бы, что может быть естественнее, черные отдают пешку, да еще и попадают под связку страшную, конем на поле Б6, но и все это иллюзия, и мы с вами также посмотрим эти варианты, поскольку это ключевые, один из ключевых моментов партии, коих здесь еще будет немало, повторюсь, что партия просто изобилует красивейшими вариантами, которых я думаю вы еще не видели, и получите истинное удовольствие от просмотра, но повторюсь, что все это пока за кулисы, то есть этого не было сыграно в партии, и так, если вы здесь белые сыграли, слон бьет С8, а это самый логичный, естественный ход, то после конь С4, два исключительных знака, промежуточный ход, очень сильный, страшные силы, то есть черные выскакивают конем, угрожают ходом, конь бьет Д2, висит слон на поле С8, делать собственно нечего, вроде бы можно сыграть слон бьет Б7, иначе просто, если слон отступит, то после взятия слона у черных действительно большой перевес, но здесь после конь бьет Д2, ферзь А3, ладья бьет С1, ладья бьет С1, казалось бы, ну ничего страшного не случается с белыми, но не тут-то было, после слон бьет Ф4, черные неожиданно меняют слона своего на коня, и после ЖФ играют Е3, два исключительных знака, и этим ходом черные подчеркивают беспомощность позиции белых, что теперь делать? Ну, отмечу, что брать нельзя, после ФЕ, ферзь Д7, можно сразу сдаться, висит слон, на слон С6, вроде бы, черные играют в поддавки, отдавая все на свете, но на самом деле, черные просто объявляют мат после конь Е4, неизбежный мат здесь, белому королю, это действительно легко просчитать, но что будет после ЖФ, Е3 и Ф3, не пуская ферзя на поле Ж4, оказывается, в этом случае решает жертва коня, конь бьет Ф3, ну и вот это действительно, человеку предусмотреть издалека, абсолютно невозможно, начинаются абсолютно сюрреалистические, головоломные варианты, итак, ЕФ, конь Х5, просто угрожая ходом конь бьет Ф4, и ферзь Ж5 мат, выясняется, оказывается, что ферзь на поле А3 оказывается отрезанным от основных событий, которые происходят на королевском фланге, также все фигуры белых находятся на ферзьевом фланге, и не в состоянии помочь своему беспомощному белому монарху, король Х1, Е2, показываю один из вариантов, здесь у белых везде уже проиграно, угрожает продвижение пешки ферзя, ладья Е1, ферзь Х4, ферзь С3, конь бьет Ф4, и все, можно сдаться белым, поскольку угрожает ферзь Ф2, ферзь Ж2 мат, и спасения от этого нет никакого, и так, мы с вами посмотрели, что после точного хода конь Б6, который поднял Вишанан, даже ход слом бьет С8 проигрывал партию за белых, но слом бьет А5 проигрывает еще красивее, и вот здесь Вишанан, к сожалению, после хода слом бьет А5, слом бьет Х3, конь бьет Х3, и ферзь С8, все, казалось бы, конец, висит конь, висит ладья, это двойной удар, делать нечего, но ладья БЦ6 следует БС, и все зависает, соответственно, у белых висит конь на поле Б5, и висит конь на поле Х3, также угрожает и конь С4, то есть, белые несут решающие материальные потери, и проигрывают партию, поэтому после ферзь С8, король Ж2 сыграл Дин Лежин, и вот здесь Вишанан упускает счастливый момент, очень красиво завершить партию, то есть, он играет ладья БЦ1, этот ход также ведет к выигранной позиции, но еще красивее было, просто сыграть конь С4, здесь выясняется, что в избежании худшего, белым надо играть ладья БЦ4, и играть эту безнадежную позицию без качества, поскольку, если белые будут упорствовать, то есть, например, сыграют слон Б4, то их ждет страшное наказание, конь Ж4, угрожая ходом Е3, Е3, и оказывается, что здесь ладья на поле С6, говорит решающее веское слово, ладья Х6, и здесь от всех ударов, ладья бьет Х6, конь бьет Е3, рентгеном, видите, конь на поле Х3 провисает, здесь действительно у белых нет никакой защиты, если конь уходит, то теряется пешка на поле Х2 с шахом, короче, здесь снова белые проигрывают, но, ладья бьет С1, сыграл, здесь, Виши Ананд, после ладья бьет С1, ферзь бьет С1, значит, слон бьет Б6, у черных лишние качества, Е3, также находит и этот ход, Виши Ананд, и после Ф3, Аш5, слон опять играет Дин Ли Жень, конь С3, кстати, также не давал спасения, Аш4, Ж4, ферзь Е1, ферзь Д1, ферзь Д2, и черные опять же эту партию выигрывают, поскольку у них и лишнее качество, и подавляющая позиция, но слон опять играет Дин Ли Жень, то есть он не пускает ферзя на поле Е1, вот таким вот способом, ход слон опять, мы видим, держит поле Е1 под контролем, и здесь после хода Аш4, Виши Ананд прорывается, делать нечего, надо играть ЖН, и вот здесь действительно с индийским гроссмейстером случилось нечто страшное, будь Виши Ананд молодым, будь Виши Ананд, как говорится, в хорошей форме, а повторюсь, что Виши Ананд на всех супер турнирах играет очень хорошо, то есть он набирает какое-то нереальное количество очков, несмотря на то, что ему 49 лет уже, то есть почти уже полтинник, он уже дедушка настоящий, наш индийский гроссмейстер Виши Ананд, так вот здесь, Виши Ананд, если бы напрягся, и посчитал варианты, он бы нашел выигрывающий ход конь Е4, но повторюсь, что варианты, которые дальше возникают, они не подвластны ни одному человеку, дальше начинается чистая компьютерщина, которой мы можем только восхищаться, и мы можем, что называется, трястись, да, от нашей беспомощности, от того, что видит компьютер, и что не видит человек, и так, угрожает ход конь Д2, и ферзь Ф1 мат, это то, что лежит, что называется, на поверхности, но что делать, ну, надо забирать этого коня, ФЕ, ладья бьет Е4, угрожает ладья Ж4, и пока непонятно, где же мат здесь, у белых, так как черные, мы видим, сейчас пожертвовали фигуру, конь С3, вроде бы белые полностью консолидируются, они нападают на ладью, хотят съесть пешку на поле Д5, ладья Ж4, шах, король Ф3, и кажется все, атака черных зашла в тупик, продолжение никакого не видно, атаковано ладья, атаковано пешка, ну, и вот здесь скажите мне, какой человек найдет вариант Слон бьет H2, жертвуя еще и ладью, целую ладью, и на доске у нас начинается просто, творится какая-то фантастическая дичь, то есть, что делать, выясняется, что главный вариант, король бьет Ж4, черные выигрывают просто ферзь Е1, тишайшим ходом, несмотря на то, что у черных не хватает двух фигур, белый король находится в беде, что делать, угрожает ферзь Ж3, и ферзь Ж6 мат, это опять же, что называется, что лежит на поверхности, например, ферзь бьет Д5, ферзь Ж3 шах, король Ф5, ферзь Ж6 мат, это просто, после хода ферзь Е1, задачного хода, приходится играть Слон С7, отдавать одну фигуру обратно, чтобы удержать пункт Ж3, после Слон Бьет С7, снова вынужденный ход, конь Ф4, чтобы держать поле Ж3, теперь королем, перекрываемся, но ферзь Ж1 шах, король Ф5, белый вынужденный пойти вперед, на король Ф3 следует ферзь Ф2, и конь теряется на поле Ф4, поэтому король Ф5, Ж6 шах, король Ф6, и опять же, вот здесь тишайший ход ферзь Ж3, еще один задачный ход, король белых, как мы видим, пришел в лагерь черных, добровольно, и теперь все, после ферзь бьет Д5, здесь уже даже белые грозят поставить мат черным, но очередь черных, и они выигрывают, забирая просто все фигуры, ферзь бьет Х4, ферзь Ж5 ход единственный, слон Д8, король Е5, ферзь бьет Ж5, король Е4, Ф5, король бьет Е3, ферзь Ж3, король Д2, ферзь бьет Ф4, и так далее, мы видим, что форсированный вариант приводит к тому, что черные остаются с лишним ферзем, и подавляющей позицией, ну еще посмотрим варианты красивейшие, после слон бьет H2, ну действительно головоломный вариант, ферзь бьет Д5, еще один ключевой вариант, вроде бы белые пытаются, пытаются ферзя ввести в защиту, но не помогает, ладья Ж3 шах, король Е4, ферзь С2 шах, король Ф4, ладья бьет H3, черные начинают собирать урожай, получается нечто наподобие, значит, мельницы, король Ж4, ферзь Ж6 шах, ферзь Ж5, ферзь Е6, ферзь Ф5, ладья Ж3, король Ф4, ладья Ж2, король Ф3, ладья Ф2, король Ж4, и ферзь бьет Ф5 мат, вот так вот могла закончиться партия, и если бы все эти варианты Вишаннад нашел за доской, то, конечно, эта партия, наверное, вошла бы во все, можно так сказать, сборники, и вошла бы на века в сокровищницу шахматного искусства, как пример великолепной комбинации и атаки на белого короля, но, к сожалению, все это не было сыграно в партии, все это было за кулисье, и после Ж4 Вишаннад сыграл ферзь С6, слон Е1 играет здесь Дин Лежень, переводя слона на поле Ж3 к защите, и здесь конь Х5 играет Вишаннад, не пуская на поле Ж3, это также ведет к победе, но, опять же, еще чище выигрывал снова ход ферзь С1, то есть черные признают то, что они неправы, и возвращаются к правильному плану, и оказывается, что после слона Ж3, слон бьет Ж3, АЖ, ферзь Е1, атакована пешка на поле Е2, ферзь Е2, конь Х5, и, как мы видим, снова белые гибнут, поскольку черные добираются до пешки на поле Ж3, до пункта, ну и здесь белые проигрывают. Конь Х5 же играет Вишаннад, следует слон Ж3, и ферзь С4, здесь уже Вишаннад окончательно упускает, можно сказать, шанс выиграть красиво, то есть ферзь С4, это практичный ход, переводящий игру в окончание, которое у черных выиграно также, но выиграно не без труда. Опять же, слон бьет Ж3, АЖ, ферзь С1, приводило к тем же самым вариантам, ферзь Б4, не пускаем ферзя на поле Е1, но ладья С8, теперь черные грозят прорваться ладьей, конь Ж5, ферзь С4, можно сыграть так, поскольку теперь опасно куда-то вторгаться ладьей, белые просто сыграют конь С3, и все защитят, особенно защитят пункт на поле Е2. Так вот, ферзь С4, и здесь вот этот вот размен, уже действительно безнадежен за белых, поскольку они теряют еще и пешку на поле А4, поскольку нельзя играть Б3, по причине ладья С2, и здесь уже черные добираются до пешки на поле Е2. Защитить ее невозможно, видите, хода конь С3 обратно нет, обратно конь пойти не может, поскольку пешка уже пошла на поле Б3, защитив соседку на поле А4. Короче, здесь опять же черные выигрывали, но ферзь С4, ферзь бьет С4, ДС, конь Ж5, конь Ф6, Вишанат переводит игру в окончание, дальше давайте посмотрим быстренько, без комментариев, у черных лишнее качество, за две пешки у белых. Все шансы на победу, поскольку у черных сохраняется мощнейшая проходная по вертикали Б. Дальше, соответственно, Дин Лежень пытается упростить позицию, упростить игру и образовать проходные пешки, но пока это не удается. Итак, белые изо всех сил пытаются защититься, конь А4, и вот опять же еще один критический момент, наверное уже последний, который мы посмотрим в этой партии, наступил на 44-м ходу. Здесь Вишанат проходит мимо прямого выигрыша, который достигался ходом Б3. Этим ходом, как мы видим, белые, вернее черные, продвигают пешку, еще ближе к ферзи, и ключевой вариант следующий. То есть, Вишанат сыграл конь А4, перепутав ходы, переставив ходы местами, и это оказалось губительно, поскольку белые теперь и в этой партии спасаются. Ну а после хода Б3, правильного хода, конь Д2, вроде бы ладья арестована, но Ф5, и вот он ключевой ход. То есть, мы видим, что черные, играя Ф5, не дают пойти Ж4, это будет связано с разменами. Ну и дальше, опять же, мы хотим сыграть конь А4, конь Ц3. Вариант ключевой такой, конь бьет Ф5, конь А4, конь Е3, вроде бы белые возвращаются, делают все правильно, но после конь Ц3, шах, король Е1, ладья бьет Д2, король бьет Д2, Б2, не сложная жертва, и, соответственно, здесь черные превращаются в ферзя. Ну опять же, вот эта позиция, после короля БЦ3, Б1 ферзь, ее еще надо, как говорится, смотреть, крутить, поскольку здесь мы видим, что у белых не хватает ферзя, то есть, мы видим, что конь за ферзя, и целых три пешки. Ну, при правильной компьютерной игре, конечно же, здесь черные должны побеждать, должны отъедать пешки, но с человеческой точки зрения, не факт, что черные, особенно находясь в цейкноте, эту партию сумеют выиграть. Короче, здесь тоже было бы все непросто, и повторюсь, что Вишанан, к сожалению, прошел мимо всех красивейших выигрывающих продолжений. Сыграв конь А4, после конь Д5, Ф5, конь Д2, Б3, Е4, белые образовывают свою проходную пешку, ну и дальше без комментариев, поскольку здесь белые перекручиваются, нападают на пешку на поле Б3, она теряется, ну и позиция после этого получается абсолютно равной, и соперники доигрались в итоге до голых королей. На 60-м ходу, после взятия Комбьо Дж5, партия завершилась в ничью. Что тут можно сказать? Это была борьба двух лидеров, борьба, можно сказать, нервов. Напряжение в этой партии достигало колоссального апогея, и понятно было, что оба соперника играли очень осторожно, боясь упустить лидерские позиции. Но повторюсь, что если бы Виши Аннант рискнул, и нашел вот этот самый ключевой вариант с жертвой коня, конь Е4, то, скорее всего, во-первых, Виши Аннант добивался бы чистого первого места на турнире, временно, конечно же, то есть занимал бы лидирующее место, опережая своего соперника день лежения, ну а во-вторых, конечно же, вся эта партия, если бы давали приз за красоту, то однозначно взяла бы эту самую ачивку, то есть приз за самую красивую партию, и приз, конечно же, зрительских симпатий, поскольку наблюдать за такими партиями одно удовольствие. Друзья, если видео вам понравилось, то поставьте ему лайк, а другого, мне кажется, здесь и быть не может, поскольку я проделал большую работу, нарыв для вас вот такие красивейшие варианты. Так вот, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски на моем канале. На сегодня же у меня все, с вами был Олег Саламаха, играйте в шахматы, любите шахматы, играйте красиво, друзья, и комбинируйте. Всем пока! Продолжение следует...